Всем привет! С вами снова Джонни Фёрст, и сегодня мы находимся в гостеприимном клубе Калибр, где снимаем для вас обзор на легендарное оружие, оставившее большой след в истории оружейной отрасли, без которого невозможно представить ни в фильме вестерн, ни историю освоения американского Дикого Запада — это винтовки Левер Экшн. Но сегодня я буду не один, со мной будут мои друзья Биф Таннен, Бэт Кэт и Билли Кинг. Ну что, вся банда в сборе, мы начинаем! Ну что же, мы начинаем наш рассказ про винтовки Левер Экшн, и передо мной восхитительная красавица и фактически бабушка всех Левер Экшн винтовок, которые мы знаем сегодня. Винтовка Оригинал Генри 1860 года. Прежде чем начнем говорить про нее, нужно сказать, каким образом она появилась, потому что она появилась, как всегда говорится, что было раньше, яйцо или курица. В данном случае перед курицей, перед винтовкой был пистолет. Пистолет необычной конструкции, пистолет-волканик. Наверняка вы все его видели в интернете. Если нет, можете легко найти и на Forgotten Weapon есть видео и так далее. Посмотреть про этот пистолет можно достаточно просто, но что важно, что дизайн ствольной коробки и способ перезарядки с помощью подвижной скобы и tubular магазин, то есть подствольный трубчатый магазин, это две вещи, которые, собственно говоря, были впервые массово опробованы на пистолете Валканик, а потом и на винтовке Валканик, сделанной на основе этого пистолета, и что, собственно, и легло в конструкцию тех Леверов, которые мы знаем сегодня. В частности, это стало прародителем, система Валканик стала прародителем винтовки Генри, давшей начало целому семейству Левер Экшн винтовок. Пистолет Валканик был неким таким курьезной системой, которая не получила большого распространения и не стала каким-то бестселлером в силу своего, в первую очередь, необычного боеприпаса, то есть это был непривычный нам патрон с гильзой и пулей, а это была фактически пуля, в которую с обратной стороны был запрессован порох и вставлен капсуль, то есть вы представляете, если у нас вот такая вот пуля, сколько в нее помещается пороха, это был очень слабый, неудачный боеприпас, поэтому появившись в 1848 году и будучи запатентованный годом позже, в 1949 году этот пистолет не снискал большой славы, но что интересно, кстати, он производился в версии Navy с длинным стволом и в том числе с отъемным прикладом, это единственные два револьвера, два пистолета, Валканик в версии Navy с ручками из солоновой кости, это единственные достоверно известные образцы, которыми лично владел сам Оливер Винчестер, создатель компании Винчестер, другого оружия, которым он владел, к сожалению, история не сохранила. Как я уже сказал, конструкция эта была не очень удачная, разрабатывалась она на заводе неких товарищей по фамилии Смит и Вессон, которых, как мы, конечно, знаем, прославились немножко другим оружием, и дорабатывались они с помощью мастера цеха Бенджамина Тайлера Генри. Это имя уже мы видим на вот этой винтовке, и это неспроста. Компания Валканик Репетинг Армс худо-бедно как-то существовала, было произведено порядка 2000 винтовок до конца 1952 года, и периодически в компанию приходили новые инвесторы, и в 1855 году пришел новый инвестор, которого звали Оливер Винчестер. Здесь компания начала испытывать финансовые трудности, производство этого оружия было прекращено, Смит и Вессон покинули компанию и основали собственное производство, которое назвали Смит и Вессон Револьвер Компани, которое мы с вами прекрасно знаем, которое производит огромное количество замечательных револьверов. Оливер Винчестер фактически взял управление компанией в свои руки и в 1856 году привел компанию к банкротству. Тем самым он получил в конце, после банкротства, он получил все патенты, которые принадлежали компании Валканик, и собственно получил самого Генри, который стал управляющим на новой фабрике, которая была перенесена в город Нью-Хевен и получила название Нью-Хевен Репитинг Армс, которая и начала производить это оружие. И чуть позже, шестью годами, Нью-Хевен Репитинг Армс была реорганизована в компанию Винчестер Репитинг Армс, которая и прославилась, в общем-то, на весь мир. Собственно говоря, появление этих винтовок, в частности военными, было принято, не сказать, может быть, в штыки, но достаточно прохладно, потому что это и мы просматриваем, в том числе в Российской империи, такая доктрина была, что нельзя давать солдату в руки винтовку, которая имеет много зарядов, потому что он будет бесконтрольно расходовать патроны, стрелять без остановки, и это будет повышать расход патронов впустую. Поэтому, к сожалению, ретроградные и консервативные военные очень долго оставались с однозарядными винтовками, за что, собственно говоря, и поплатились, потому что один из ярких эпизодов, который доказал, что при меньшем даже калибре против винтовочного револьверный, но при высокой скорострельности существует огромное преимущество. Этот эпизод в истории освоения Дикого Запада, это сражение между объединенными силами индейцев Сиу и Шиенов против кавалерии Джорджа Кастера. Кавалерийские войска были оснащены вот такими карабинами Трапдор однозарядными в калибре 45-70. Индейцы использовали винтовку Генри, которая позволяла стрелять очень быстро. Как говорил один из представителей конфедерации, это чертовая винтовка Янки, которую можно зарядить в воскресенье и стрелять всю неделю. Этот слоган достаточно долго использовался компанией Винчестер, винтовка, которую заряжаешь в воскресенье и стреляешь всю неделю. Это полностью отражало концепцию этого оружия, и эта концепция подтвердилась во время сражений, когда превосходящие силы, вооруженные, к сожалению, устаревшим уже на тот момент оружием, потерпели полнейший разгром от индейцев, вооруженных таким скорострельным новым оружием. Теперь мы непосредственно перейдем к этой винтовке, покажем, как с ней обращаться, заряжать, разряжать, и в этом мне поможет Дмитрий Бэткэт, который сейчас появится здесь. Добрый вечер. Кстати, вы уже, конечно, заметили, а я забыл сказать, у нас эта винтовка не просто винтовка, а фактически одна из первых снайперских винтовок, потому что на ней установлена реплика одного из первых оптических прицелов Малькольма, и мы даже специально не стали его снимать, чтобы показать вам винтовку в первозданном виде, оставили, чтобы показать вам ее еще в более уникальном виде. А сейчас Дмитрий покажет вам, как заряжать, разряжать эту винтовку, и в чем ее основные особенности. Ну что же, как я уже сказал, винтовка Генри 1860 года унаследовала от своего прародителя пистолета «Валканик» две основные особенности. Первая, даже три, это ресивер, сделанный из латуни, это перезарядка скобой Генри и лифт подачи патронов, потому что в отличие от многих других образцов оружия, где патрон попадает из магазина по горке подачи, здесь есть специальный лифт. Патрон горизонтально подается в лифт, поднимается на линию подачи и задвигается затвором в ствол, что, собственно, является особенностью ряда винтовок производства компании «Винчестер». И здесь очень интересно, вы, наверное, если вы смотрели фильмы «Вестер», вы видели, что на боку винтовок «Винчестер» есть специальное зарядное окно, здесь его еще нет, поэтому здесь есть особый способ заряжания этой винтовки, который нам сейчас продемонстрирует Дмитрий. Чтобы зарядить винтовку, здесь вот такой фолловер патронов, подпружиненная труба магазина классически для «Винчестера». Соответственно, для того, чтобы зарядить винтовку, нам нужно согнать пружину в верхнюю часть магазина и повернуть ее в бок, зафиксировав тем самым пружину и открыв вход в магазин. Винтовка эта была изначально в калибре 44 «Римфайр», потому что, поняв бесперспективность патрона «Валканик», произошел переход на патроны бокового огня, потому что большинство систем оружия в американской истории вначале конструировалось под патроны бокового огня, и потом только появился патрон центрального воспламенения. Поэтому эта винтовка вначале появилась именно под патрон 44 «Римфайр». И, соответственно, дальше мы уже через открывшееся отверстие забрасываем патроны в магазин, которые совершенно свободно падают. То есть если мы привыкли, что заряжая помпу мы преодолеваем сопротивление пружины магазина, здесь патроны просто падают под собственным весом. И здесь возникает одна особенность, что, например, если делать это лежа, используя на войне, например, то здесь нужно или с определенной силой, или пропихивать один патрон другим. Естественно, если ты держишь винтовку горизонтально, то патроны сами в магазин проскакивать не будут. Вот. Соответственно, после того, когда мы набросали патронов, а винтовки были 16-ти зарядные, позднее 12-ти зарядные, ну, в нашем случае она, конечно же, в соответствии с законодательством 10-ти зарядная, мы видим, что фолловер, подаватель патронов, находится в переднем положении. То есть, когда мы зарядили винтовку, фолловер у нас находится вот здесь. Как вы видите, эта винтовка лишена традиционного цевья, которым, в общем-то, привычно управлять. Поэтому удержание винтовки происходит за ствол, который, естественно, быстро достаточно нагревается, поскольку это эпоха черного пороха. Черный порох сгорает медленно, сильнее нагревает ствол. Поэтому держаться можно, конечно, за ресивер, но удобнее держаться за ствол. Но здесь возникает вопрос, что когда рука стрелка находится здесь, после каждого выстрела подаватель смещается на длину патрона и в какой-то момент просто упирается в руку. Поэтому одним из важных умений стрелка из винтовки Генри становилось переступание кистью через подаватель патронов, который дальше продолжал свободно уже после руки двигаться и приходил в крайне заднее положение. Я, кстати, видел на чемпионате Европы по ковбойской стрельбе очень интересный вариант винтовки Генри с установленным цевьем. То есть из листовой стали согнули цевьё, одели его здесь снизу, вот досюда примерно оно было. Соответственно, фолловер находился внутри цевья, достать его пальцами никак не было возможно, и к нему был привязан кожаный шнурочек, позволявший его вытянуть для зарядки. Соответственно, в то же время можно было удерживать винтовку за цевьё, не переступая через фолловер. И, кстати, в этом году вышел замечательный фильм легендарного Александра Невского «Нападение на Рио Браво». Все уже, наверное, сделали на него обзор, многие уже посмотрели. Именно с такой винтовкой наш герой побеждает всех плохих парней. Но если вы внимательно посмотрите на то, как он стреляет из этой винтовки, нет ни одного кадра, в котором у этой винтовки фолловер-подаватель патронов был бы в переднем положении. Всегда, когда он стреляет, будь то героически разворачиваясь в сторону бандитов, будь то передёргивая затвор, произнося какую-то фразу, типа «I'll be back», фолловер всегда находится возле ресивера, то есть винтовка его не заряжена. И стреляет он из незаряженной винтовки весь фильм, более того, иногда даже с невзаведённым курком. Посмотрите на этот момент внимательно. С одной стороны, способ зарядки через торец магазина менее удобен, чем заряжание через боковое окно. С другой стороны, винтовку с боковым окном можно разрядить только прощёлкав все патроны через подачу их в ствол. Винтовку с такой системой заряжания очень легко разрядить, просто высыпав оставшиеся неиспользованные патроны из магазина. Ну, а сейчас традиционно стрельба. Ну что же, а сейчас мы попробуем вместе с Дмитрием показать вам наглядно, какая разница была в скорости стрельбы между первой, ещё не самой совершенной винтовкой левер-экшен и устаревшим на тот момент карабином, с однозарядным карабином трапдор, как это было в сражении у Литтл Бигхорн между кастером и индейцами. У Дмитрия будет заряжено 10 патронов в магазин. Я буду заряжаться по... У меня будет заряжен 1 патрон в патроннике, и традиционно между пальцами для ускорения заряжания я возьму ещё дополнительные патроны. И мы посмотрим... Я сделаю 4 выстрела из трапдора, посмотрим, успеет ли Дмитрий за это время опустошить свой магазин. Я заряжаю 1 патрон в патронник, оставляю винтовку на предохранительном взводе и кавалерийский лайфхак для ускорения заряжания однозарядной винтовки. Я зажимаю 3 патрона пальцами, они будут находиться непосредственно возле зарядного окна, что позволит мне, я очень верю, выиграть у Дмитрия. Стоп-стоп-стоп-стоп! У меня осечка. По-моему, комментарии излишни. Я успел сделать один выстрел, второй патрон дал осечку, я успел только зарядить патрон в патронник, даже не успел сделать второй выстрел. Когда я услышал, как затвор Дмитрия блямкнул последней гильзой из 10 заряженных патронов, безоговорочная победа винтовки Генри Левер Экшн. Нужно сказать, что винтовки Генри уже не производятся компанией Winchester, но сегодня есть несколько компаний, которые производят реплики, в частности, как наш образец производства итальянской компании Uberti. и существует компания, которая называется Генри Репитинг Армс, которая, естественно, находится в Америке. Она не имеет никакого отношения ни к винчестеру, ни к изначальной винтовке Генри, но, тем не менее, производит как реплику оригинальной, так и, к примеру, вот этот вот замечательный образец молокалиберной винтовки, который пользуется большой популярностью по обе стороны океана, в частности, например, в Германии очень развита стрельба из винтовок Левер Экшн, особенно силуэтная стрельба. Эту же стрельбу, кстати, мы развиваем в России, есть клуб 22АЛР, в котором также стреляют по силуэтам, в том числе есть отдельный класс, это винтовки Cowboy Левер Экшн. Ну, а история продолжается. Следующим шагом в 1866 году компания New Haven Repeating Arms трансформируется в компанию Winchester Repeating Arms. С этого момента она становится известным и фактически нарекательным обозначением для вообще ковбойского оружия. Слово Winchester, так же, как потом, например, в России Наган, когда Наганами называли любой револьвер или Браунингами называли любые автоматические пистолеты, которые только появились тогда на рынке в начале 20-го века. Компания Winchester стала неким синонимом ковбойского оружия. Следующим шагом в части доработки модели 1860 года стала модель 1866 года, которая получила у индейцев прозвище «Желтый парень», «Елл бой», благодаря цвету коробки, сделанной из латуни. И она еще оставалась в том же самом калибре 44 Rimfire бокового огня, но потом была переделана уже и под патроны центрального воспламенения. И основным его введением, которое появилось на модели 1866 года и последующей, стала дверца для боковой зарядки. мув. 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 Продолжение следует...